Всем привет! Перед нашей поездкой в Армению я узнал один очень любопытный факт, который сильно подогрел мой интерес к этой стране. Согласно некоторых источников, возраст Еревана, столицы Армении, составляет 2800 лет, что делает его старше Рима на целых 29 лет. Сегодня мы из Тбилиси поедем в Ереван. Посмотрим, как это добраться на маршрутке из Грузии в Армению. Посмотрим в Ереване вообще какие дела, что там интересного, погуляем. Эту информацию подтвердили и наши попутчики-армяне, которые ехали вместе с нами на маршрутке, возвращаясь в Ереван из соседнего Тбилиси. Они рассказали, что все армяне гордятся своей столицей и считают ее одним из древнейших городов на планете. Все эти разговоры задрали планку нашего ожидания до запредельно высокого уровня. Я надеялся увидеть в столице Армении огромное количество памятников старины и древнюю архитектуру. Однако, только въехав в Ереван, я заподозрил неладное. Уж слишком сильно он напоминал обычный провинциальный город времен СССР. И сразу просто первое впечатление о городе хочу сказать. Вот мы пока ехали, что я, что Юля, пришли к выводу, что очень сильно, допустим, на Волгоград похоже или на какой-то там другой наш российский город. Но опять же, прогулявшись по центру Еревана, мы так и не увидели никаких исторических памятников и древних архитектурных сооружений, как, например, было в соседнем Тбилиси. Зато на улице нам попалась объемная надпись, гордо напоминающая о том, что возраст Еревана 2800 лет. Но тогда встает закономерный вопрос. Если Ереван действительно настолько старый город, то где же его древние крепости, храмы и прочие исторические достопримечательности? Я решил разобраться в этом вопросе поглубже. Этот факт по-прежнему не дает ответа, почему же в Ереване отсутствуют древние строения, которые прекрасно сохранились в том же Риме. Сейчас перед нами Римский форум, построенный в свое время самим Юлием Цезарем. Все эти руины являются очень важными. По ним писались учебники истории. И каждый кусочек мрамора, каждый камень, который сейчас можно видеть, это просто мусор. И сохранился он здесь только потому, что никому не был нужен и его просто не разграбили. А фактически это все часть истории. Продолжение следует...